Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем канале Фазинда Рыбкина. Сегодняшнее наше видео про то, как почистить скворечники. У нас их три. Один висит на сарае и два на дереве. Следующий скворечник у нас на дереве, как я и говорила. Он привинчен проволокой, но и тоже легко снимается. Вот мы сняли все наши три скворечника. Один, как видите, покрашен. Важно, чтобы не был покрашен изнутри и не обструган, потому что птенчики будут выбираться, им надо цепляться. Ну, а сейчас мы проверим. Все ли были скворечники у нас заселены в прошлом году? На вид все. Из каждого вылетали птенчики, жили птички, носили еду для птенцов. Ну, проверим. У нас очень легко снимается передняя крышка. При работе, конечно, обязательно надевайте перчатки. Птички бывают разные, в том числе и с бошенными. Вон сколько слоев у нее и трава, и листики. И сверху все мягенько выстлано. Пока снимаем крышки, в это время кипятится вода, потому что скворечники надо будет обработать. Обязательно. От всяких там грибков, микробов. Ну, и если будут блохи, то и от блох, иначе птички там не поселятся. Ну, вот и в этом тоже скворечники птички жили. Какое было у них уютное множидство. Сейчас будем чистить все эти три скворечника. Для этого берем шпатель и все это гнездо старое удаляем. Делать это надо не меньше, чем раз в два года. Ну, по нашему опыту лучше раз в год, каждый год. Потому что на второй птички могут и не захотеть поселиться. Все, что мы удалим, в отдельный мусорный пакет завяжем и выбросим уже в помойку. Все аккуратно вычистить, чтобы ничего не оставалось. Если у вас уже готова бочка для сжигания мусора, можно гнезда выбросить туда. Там сухая трава и листья гореть будет хорошо. У нас, к сожалению, бочка в этом году прогоревшая. Нам сейчас нужно ее будет заменить. Поэтому пока что мусорный пакет. Все гнездо сложим. Это уже синичьи гнезда. Угу. Три семья синицы у нас было в прошлом году. Как видите, вода у нас кипела. И все своречки теперь нужно хорошо пролезть кипятком. Донышко, и крышечку, и бокам. Все. И перевернуть, стекать. В этом году у нас птички все чистенькие, у них двух наковы не было. Но блохи у нас были вообще, насколько я помню, один раз. И именно тогда, когда мы не почистили скворечники каждый год, а почистили их раз в два года. Вот в одном скворечнике у нас была птичка блохастая. Но если вы все время чистите скворечники, у вас всегда будет чисто. И птички у вас будут все чистенькие. Сейчас поставлю еще воды. Крышки тоже надо ошпарить. А когда все стихио-то подсохнет, мы снова все соберем и скворечники повесим на место. Ну вот, поливаем также и крышки. Дырочку не забудьте повесить внутри. Скворечники наши вообще уже все стекли. Сейчас ошпарим крышки. Буквально недолго, на полчасика, чтобы не мокрые были, хоть влажные. И можно будет собирать, повешать на место. Семельцы уже во всю день, куда ждут, когда мы им домики чистые. Повесим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова